всем добрый день поддержка на расстоянии я главный герой в моем и в моей стране сегодня мы здесь чтобы рассказать чтобы наши гости рассказали как можно простым способом помогать людям и тем самым изменять их жизнь производя положительное влияние не только в странах котов о которых идет речка да но и в нашей собственной стране мы хотим попробовать рассказать об этом с помощью наших гостей я их сразу представлю роуз бузинга который многие из вас знают рус руководит некоммерческой благотворительной организации в кампале в уганде которая существует с 93 года она является и она оказывает поддержку почти 1000 1300 детям из уганды на расстоянии ламас майя ему 17 лет и он из кении он посещает школу в найроби среднюю школу в найроби он расскажет нам о собственном личном опыте этой поддержки на расстоянии следующий гость это дамьяна тумази его тоже не нужно представлять итальянской публике он президент ассоциации итальянской ассоциации футболистов и он расскажет нам как спорт может помогать развитию ребят людей затем а вместе с нами сегодня массимо фавиль ли директор по социальной работе и связи с общественностью ассоциации группы юникоп тирену которые на протяжении уже многих лет поддерживать на расстоянии детей в разных уголках мира и наконец жорджи витадине президент фонда субсидиарности который поможет нам помочь в чем собственно заключается подлинный смысл поддержки на расстоянии и в чем его значение в настоящий исторический момент сейчас мы посмотрим короткое видео которое расскажет тем кто еще не знает что такое поддержка на расстоянии сегодня для джузи особенный день потому что она получила новый сюрприз от табиты это один из тех моментов которые они в последние три года разделяют как единая семья в прошлом жизнь для табиты была сложной полный страхов неуверенности но благодаря поддержке на расстоянии со стороны джузи все изменилось она ходит в школу и сейчас ее история совсем другая не такая как раньше она учится и видит что ее мечты могут осуществиться но существует есть еще очень много детей которым нужна помощь которых нужно взять за руку и ввести их в будущее в котором они смогут стать главными героями а все имеют представительство по всему миру рядом с детьми и ты тоже можешь помогать детям расти и верить в самих себя я начала как бы я начала поддержку на расстоянии благодаря школе в компале я видела как они приходят на уроки в своей униформе и как они рады начинать каждый день это побудило меня с уверенностью начать поддержку на расстоянии ты тоже можешь изменить судьбу Мириам, Риты, Яры, Асана мы никогда не слишком мы никогда не далеки настолько чтобы не помочь друг другу я я бы начал с Ламаса и хочу спросить у тебя о твоем опыте что значило для тебя что означало для тебя вот эта поддержка на расстоянии в эти годы когда ты ходил в школу для твоего воспитательного пути прошу Ламас будет говорить по-английски дамы и господа добрый вечер я рад быть в Италии сегодня и я рад переживать опыт этой дружбы хотел бы рассказать сегодня о моем опыте с АВСИ в особенности о моем воспитании меня зовут меня зовут Ламас я из Кении из Найроби из трущоб Киберы было непросто как непросто для всех детей из Киберы для меня жизнь была непростой из-за из-за разных причин из-за санитарных условий в которых мы живем из-за среды в которую мы погружены я родился в Кибере и начал посещать местную школу которая находится именно в трущобах и там учиться было непросто потому что детей там наказывают и уровень образования очень низкий и это крайне негативно сказалось на моем образовании я никогда не отвечала на вопросы во время уроков я никогда не задавал вопросов потому что меня ничего не интересовало и поэтому я ничему не учился и так продолжалось до пятого класса в пятом классе ты должен сдавать экзамен чтобы перейти в последние три класса и я очень беспокоился потому что в Кении нужно набрать большое количество баллов и у меня был балл очень низкий и мои родители очень переживали мы начали думать как можно организовать образование потому что я начинал терять надежду в отношении школы и я рисковала казаться просто одним из ребят на улице в наших трущобах моя мама настаивала на том чтобы я продолжала образование она нашла другую школу в Кибере которая называется парадайз рай и там наоборот условия хорошие люди его называют таким маленьким райком и все дети из Киберы хотят пойти именно в эту школу и моя мама пыталась найти возможность чтобы я поступил в эту школу слава Богу случилось чудо потому что я прошел собеседование чтобы поступить в эту школу но но я не успевал то есть я с собеседниками прошло очень плохо потому что мне нечего было рассказать я так плохо учился в предыдущей школе что не мог ответить ни на один вопрос и мне сказали или ты начинаешь все заново с первого класса либо возвращаешься в свою старую школу и поскольку я хотел поступить в эту новую школу в рай я решила начать все заново то есть с пятого класса и там учиться было действительно интересно жизнь и образование начали интересовать меня там также кормили там были подготовлены учителя и также у меня появились друзья и там дамы и господа я встретил авси которые занимаются поддержкой на расстоянии коротко скажу что когда я пошел в эту школу маленький принц она называется я думаю что именно в тот год и началось мое образование я учился два года сдал первый экзамен и я был лучшим из классов в конце года а вдруг в первой школе я наоборот был в самом конце то есть разница была то есть разница была и это вернуло в мою жизнь в жизнь моей семье надежду я понял что я могу справиться и я помню что в первый день в маленьком принце директор мне сказал ламос твоя мама зависит то есть зависит от тебя она хочет чтобы ты вышел из трущоб ты сможешь это сделать и это все время подталкивало меня каждый день я просыпался и говорил да я могу это сделать и это придавало мне сил каждый день чтобы ходить в школу там были хорошие учителя и очень хороший климат способствовавший учебе и поэтому я начал учиться гораздо успешнее стал лучшим в моем классе и соответственно я понял что я могу что передо мной может открыться грандиозное будущее мне там было очень хорошо в этой школе все время я хочу сказать что я буду делать это как это учебе школе вот а потом я узнала другой школе и она была еще лучше чем маленький принц и я захотел поступить туда я начал думать я хочу пойти в эту школу в кардиналу тунгов потому что там еще лучше я поговорил с моим с одним из моих воспитателей несколько месяцев назад который меня очень любит по-настоящему любит и он подбодрил меня и как бы он верил в то что я могу выйти из трущоб киберы и он сказал пожалуйста ламас не окажись на улице как другие ребята и благодаря этому человеку я сейчас там где нахожусь да я никогда не принимал наркотики например потому что эти люди как сказка с которыми я встретилась и всегда мне напоминали об этом и вот дамы и господа жизнь продолжала и шла вперед я помню что в маленьком принце праздновали 30-летний юбилей школы авсе в кении и я поговорил с с директором вот этой второй школы кардиналу тунг сеньора вероника и сказал что хочу поступить в нее после того как окончу маленький принц и она мне сказала хорошо но ты должен набрать 380 баллов как минимум чтобы поступить но это был слишком высокий балл и я начал торговаться и пытаться и пытаться понизить балл и говорю 350 она говорит нет то есть она предложила 350 я говорю нет это тоже слишком слишком высоко в конце концов мы сошлись на трех сад трехстах баллов вот и я был уверен что 300 баллов я наберу поэтому я как бы поверил в то что я смогу поступить в эту школу кардиналу тунгу и так дамы и господа я сдал экзамен вступительный и получил 350 баллов 305 305 я позвонил сеньоре вероники и сказал спасибо большое спасибо вот я поступил с этим баллом в школу позвонил сеньора вероники и сказал что набрал большее количество баллов чем мы договаривались и сказал ей ну так теперь то теперь то я могу поступить она склада школа есть здесь она вот здесь но есть проблема где-то будешь жить и знаете что случилось нельзя было поступить в эту школу но это была моя мечта мне пришлось столкнуться с реальностью я должен был принять принять тот факт что школа кардинала тунга не вписывалась в мои в мои возможности и мне пришлось вернуться домой но моя мама никогда не бы не согласилась на такое она иск она нашла другую публичную школу в другой части киберы и дамы и господа вот уверяю вас что публичные школы в кении вообще не хорошие вот я я помню что в первый день прозвонил звонок я очень медленно шел в направлении класса и были там люди которые смотрели на меня и спрашивали а куда ты почему ты идешь потому что мне в маленьком принципе говорили что бегать не надо надо ходить спокойно и поэтому я спокойно шел в класс на урок в маленьком принце всегда нас учили спрашивать о причинах когда мы чего-то не понимаем да и тогда я спросил и я спросил тогда у тех людей почему мне надо бежать и они а как бы оскорбились и отвели меня в маленькую такую комнату в какой в какой-то кладовку и там и там меня буквально пытались сказали что я террорист такой дисциплины и меня побили там и я тогда подумал нет у меня нет никаких никакого желания дальше посещать эту школу и на первом же экзамене я получил очень низкий балл я получил самый не самый низкий балка какой только можно было получить и и дамы и господа так продолжалось очень много лет то есть много месяцев пока не закончился первый семестр и в кон в конце года я получил такой низкий балл который вообще только можно себе представить я стал худшим студентом в моем классе ситуация была просто ужасный и мой преподаватель сказал слушай ну тебя все было так хорошо в средней школе а почему сейчас такие проблемы что случилось а я в классе опять стал бояться и не отвечал на вопросы не говорил и в результаты были соответствующие очень низкие на и мои баллы становились все ниже и ниже и моя мама опять начала беспокоиться она опять начала суетиться искать что-то да мама всегда знает что нужно делать она очень переживала из-за моих из-за моей успеваемости она пошла в школу и сказал ну как же так мой сын совершенно не справляется и директор сказала и в чем же проблема он так хорошо учился раньше то есть вот это она поговорила с директором вот этой школы кардиналу тунга да и рассказала ей о том о том как плохо я стал учиться и она меня позвала на второе собеседование и в конце концов мне дали возможность начать учиться из тех пор как я там начал учиться я опять стал одним из лучших студентов в своем классе учеников я очень благодарен а все за это за этот путь благодаря им я сегодня там вот где нахожусь да и пусть господь вас благословит спасибо вам всем за то что вы меня слушали спасибо ламасу за его свидетельство которое помогает понять прежде всего откуда он вышел да вот из этих трущоб кибер это одна одни из худших трущоб мира где живет почти миллион человек в ужасающих условиях и как он проделал этот путь и нашел силы чтобы пройти его и этот путь пролегал через места образования да как он возродился в школе маленький принц и потом в этой последней школе что важно что некоторые места где воспитательные образовательные способствуют росту личности хотя изначальные ситуации исходная ситуация может быть очень сложной может быть отмечена большими проблемами трудностями теперь я хотел бы спросить у роуз что значит поддержка на расстоянии ты работаешь других трущобах в уганде в компале с женщинами больными женщинами что значит что это значит для общины в которой ты проводишь большую часть времени я бы хотела начать с благодарности сердечной благодарности организации афси и движению потому что они позволили мне вот они подарили мне такой инструмент как поддержка на расстоянии для меня это приключение приключение чтобы позволяющий открыть кто я и кто эти дети я научилась у отца джусани вот этому пути увлекательному пути который позволяет открыть кто такой человек я начала вот когда я начинала мне казалось совершенно самоочевидным что если ты болен ты просто ты просто принимаешь лекарства и проблема решена или достаточно ребенка поместить в школу и все будет хорошо но когда я платила за школу никто туда не ходил они предпочитали быть на улице нежели чем идти идти в школу а женщины предпочитали умирать вместо того чтобы принимать лекарства я помню одного мальчика как с которым я пришла почти в отчаяния я его послала в школу но он никогда туда не ходил и каждый день он придумал себе какую-то болезнь боль в животе боль в голове и однажды мне сказал знаешь мне с мамой мне было хорошо но сейчас она умерла и я потеряла то единственное то есть того единства человека с которым я чувствовал себя кем-то с кем мне было хорошо и там я словно пробудилась проснулась очнулась и отец сани помог мне открыть что я не помогаю бедным я не даю еду потому что люди бедные или больные или я не плачу за школу потому что дети должны ходить в школе я помогаю другому потому что он обладает бесконечной ценностью и я хочу чтобы этот человек был счастлив я хочу я хочу открыть в чем его самое великое желание и когда я поняла что я сама обладаю бесконечной ценностью вот когда я начинала мне было мне казалось очевидным что ты говоришь ты обладаешь ценностью и все должны понимать нет никто не понимал и это завело меня в кризис но отец же сани вытащил меня из этого кризиса и позволил и помог мне понять что ценностью обладаешь в первую очередь ты нужно начинать с себя открывать человеческую ценность а я думала что начать с себя было эгоистично но отец же сани научил меня что нельзя отдать то чего у тебя нет и это то то есть это то с чего я должна начинать чтобы помогать больным и детям например было двое ребят в школе луи джи джи сани которые вы сейчас видите они украли однажды у преподавателя телефон и когда они его украли и мы их спросили вы украли они сказали нет мы ничего не делали и их послали ко мне тогда когда они пришли я я спросила а где телефон и они его достали из кармана и отдали я спросила а почему вы отдали его мне они отдали его учителям когда они спрашивали и они сказали ты ты всегда хочешь чтобы мы тебе говорили правду другая проблема перед моим отъездом мои женщины нашли двух детей истощенных вот одна женщина родила и короче говоря они продали материнское молоко и поэтому ребенок остался без питания я сказала но для для них этот ребенок не имел никакого значения если ты этого не откроешь то если ты не понимаешь в чем ценность человека то тебе совершенно не важно какая судьба его ждет да и вот материнское молоко это один из способов сказать ребенку ты ты обладаешь бесконечной ценностью необходимо необходимо дать человеку понять кто он такой да я даже не могу осудить тех кто украл это молоко у новорожденного ребенка потому что они до конца не понимают в чем собственно человеческая ценность и поэтому не понимают они могут понять серьезность своего проступка новизна новизна состоит в связи между милосердием и познанием и это позволяет мне смотреть на другого как он есть на самом деле не как только то что я вижу то что мне кажется а то я могу смотреть на него как он есть на самом деле я да как как в примере с телефоном эти дети не ограничиваются кражей телефона она не определяет их это не последнее слово о них да да мы хотели вот эти дети нуждаются в школе чтобы которая была бы красивой где ты можешь где ты можешь учиться математики и понимать в чем твоя ценность учить историю и через историю понимать в чем твоя ценность я хотела открыть госпиталь больницу потому что я медсестра и мне все время говорили нет и были разные причины мне говорили денег нету и ты будешь учить врачей врачей и когда стал ясно что денег ни на какие проекты нет мои женщины начали делать из использованные бумаги бусы и сделали 48 тысяч бус и на деньги вырученные от продаж мы построили первое здание нашей школы я я сама в это не верила я не верила в то что в то что можно учить математику и открывать таким образом свою ценность но в нашей школе мы так мы начали так делать да и я начала замечать как через две недели проведено в школе дети начинают улыбаться начинают жить да как эти ребята из трущоб наши трущобы называются керека и вот сейчас наши дети улыбаются и все вокруг с замиранием сердца ожидали что же будет с этими детьми как будет продвигаться эта школа и сейчас мы мы являемся одной из первых школ одни одной из важнейших школ в уганде вот в этом году одна девочка жаклин сдавала экзамен и получи и получила высший балл по всей уганде да среди всех среди богатых детей среди всех остальных она получила высший балл мы видим сейчас плоды того чему нас учил отец же сани это как семя как семя которое было заранено в сердце этих детей но нужно ждать чтобы это семя проросло и сейчас оно растет все что нам не удавалось понять я сейчас вижу вот в этом удивительном сиянии да это как это как волна которая переходит от детей к мамам от мам к детям это волна которая приходит и уходит и единственное что я говорю чтобы воспитывать этих детей это пошли со мной и и так мы становимся друг другу попутчиками я говорю я не знаю я не знаю что такое истина я следую за тем кто говорит мне о ней и дети доверяют мне и идут со мной без этого воспитание невозможно мы все время открываем значение всего смысл всего что нас окружает в школе некоторые ребята иногда отрицают свои проступки например кражи но часто часто думают Роуз занимается знает как творить чудеса но и у меня в начале не было никакой ясности относительно того какой должна быть школа и что она сможет производить такие изменения в детях поэтому я благодарю Джан Паула на которой с которой я всегда разделяла вещи такие сложные вещи мне пришлось это понять вот и и я смогла это понять потому что меня воспитал те джи сани я я поняла кто такой человек для джи сани я была важной как он смотрел на меня он смотрел на меня как на что-то важное как на что-то ценное и говорил мне что моя работа заключается в том чтобы кричать всем что у жизни есть смысл всеохватный смысл и со временем для меня это то есть во мне утвердилась эта мысль и эта же мысль утвердилась в сознании моих женщин и сейчас это это сознание переходит к их детям я уже говорила что нужно терпение чтобы сеять чтобы возвращаться назад изменение лица ребят требует ожидания повторных предложений возвращения до тех пор пока твое предложение не станет частью их их самих и мы сталкиваемся с большими проблемами с возмущением с протестом со стороны ребят вот но если они возрастают в сознании о самих себе о самих себе то горизонт распахивается и они больше понимают и то например чему они должны учиться так что даже достигают успехов в учебе я так же хотела поблагодарить всех тех кто мне помогает всех кто оказывает поддержку на расстоянии я бы хотела всех обнять каждого лично потому что без них я бы не смогла заниматься этим делом спасибо спасибо и она была построена в частности на деньги этих женщин больных с эпидом которые делают украшения бусы из бумаги которые я думаю многие из вас покупали в первую очередь они вступили в игру и эта школа показывает сейчас впечатляющие результаты с точки зрения образования и воспитания парадоксальным образом в этих странах между школами существует очень большое соперничество как ни странно гораздо больше чем у нас и поэтому дети как бы все время побуждаются чтобы набирать больше баллов потому что если ты не набираешь баллы то ты оказываешься вообще вне воспитательного процесса но все это возможно благодаря открытию ценности самого себя и другого сейчас я бы попросил Массимо Фавили рассказать что для вашей компании которая занимается бизнесом что значит для вас поддержка на расстоянии вы с 2001 года сотрудничаете с АВСИ что это значит для вас для ваших клиентов для всех кто работает с нами добрый день спасибо за приглашение прежде всего за эту возможность свидетельствовать сегодня перед вами о той что поддержке которую мы оказываем я бы хотел сказать в двух словах вот что да мы представляем сеть супермеркатов КОП которую вы все знаете я бы начал с такого маленького с маленькой истории которая произошла со мной в прошлом сентябре когда я вместе с делегацией АВСИ посещал Кампалу в Уганде и мы с самого начала с самого начала когда мы пришли в школу которую мы видим сейчас в видео были потрясены потому что они эти школы воздвигнуты посреди нищеты и они то есть эта школа прекрасна и производит очень сильное впечатление я спросил у директора первой начальной школы вот я спросил что ребята знают о нас о тех кто оказывает им поддержку они знали что мы приедем и он сказал ну они полны любопытства они хотят они хотят познакомиться с этим сеньором уникоптеренок это название сети да а мы поддерживаем очень много детей одновременно вот в Уганде 40 человек мы поддерживаем и вот они эти дети думали думали что уникоптерено это имя того кто им помогает благодетели из Италии вот вот потом конечно шутка продлилась всю минуту потому что я рассказал о том что представляет наша компания да у нас 600 тысяч работников по всей Италии поэтому конечно это не один человек вот вот я думаю что когда мы начали заниматься этим делом мы нам удалось по-настоящему понять ценность того что мы делаем значение того что мы делаем цель цель нашей организации это цель коммерческая да мы производим качественные продукты и у нас есть множество целей которые прописаны даже в нашем уставе и в том числе у нас в уставе прописана возможность помощи нуждающимся в других странах там где есть нужда то есть в самой природе нашей организации прописано участие наших подчиненных наших работников в таких вот благотворительных проектах в проектах поддержки что касается наших отношений с АВСИ они начались давно с 2001 года то есть мы говорим о 18 годах совместной деятельности некоторые наши работники ну почти случайным образом решили поддерживать на расстоянии некоторых детей у нас было трое четверо вот и мы выбрали АВСИ как посредника в этом деле с тех пор я думаю это не второстепенный факт что мы продолжаем это делать уже 18 лет потому что уже родилось обоюдное доверие да и для нас это не просто какой-то социальный маркетинг это путь который мы начали и который мы проходим в эти годы чтобы чтобы довести этих всех этих детей до совершеннолетия и мы со временем от трех-четырех человек которых мы поддерживали перешли к очень высоким цифрам потому что мы постоянно вовлекали новых людей потому что в конце концов нас 600 тысяч и мы можем вовлечь большое количество работников например существует такая система фишек в супермаркетах которые потом позволяют накапливать эти фишки и получать премии за счет этих премий за счет этих призов мы предлагали оказывать поддержку на расстоянии вот наша кооперация занимается тем что собирает эти фишки и монетизирует их и мы также оказываем конкретную помощь поддержку в прошлом году 4 с лишним тысячи наших работников решили решили перенаправить эти свои фишки баллы на поддержку на расстоянии я думаю что эта цифра то есть то есть мы привлекли такое большое количество людей и это не просто потому что нужно их собрать всех вместе объяснить им смысл такой деятельности это большая это большой труд и когда нам это удается удовлетворение от этого больше чем удовлетворение от получения экономической выгоды да и мы рассказываем нашим работникам как важно помогать помогать расти новым поколениям в тех местах где они родились я бы хотела завершить эту первую часть моего выступления в следующей маленькой истории связанной с Угандой когда мы уезжали из школы одна женщина которая работала в столовой мать двух детей которые учились в начальной школе и которые жили в трущобах киреки вот эта женщина захотела со мной встретиться и обняла меня и ее слезы взволнованности растроганности означали что-то еще более глубокое нежели все мои впечатления которые я набрал их было много вот эти впечатления от путешествия эти слезы я несу в себе и пытаюсь передать их и другим тем кто работает со мной чтобы чтобы они тоже поняли как благодарность человека может как бы направить нас в сторону потребностей людей именно это как бы позволяет обеспечить будущее детей столь маленький незначительный факт может сделать так много да вот я видел глаза этих детей которые с таким любопытством ждали чтобы научиться чему-то я видел преподавателей которые отдаются полностью делу преподавания я слушал истории женщин роуз которые силой воли пытаются построить будущее для своих детей я думаю что поддержка на расстоянии не меняет жизнь только одного человека одного человека одного ребенка который получает поддержку хотя и этого уже было много нет поддержка меняет всю общину все общество теперь я обращаюсь к дамьяну тумазе и с просьбой рассказать что вы сделали в уганде да инициатива началась почти случайно но потом потом оказалось что спорт действительно может быть настоящей помощью для ребят всем добрый вечер спасибо за приглашение за то что вы вовлекли нас в эту встречу я если я здесь то это потому что все началось здесь да наш директор познакомился с роуз и так началась история нашей ассоциации ассоциации да и наш ассоциацию входит как футболисты и футболистки профессиональные ассоциации так и любители у нас 18 тысяч человек в ассоциации и всего чуть меньше трех тысяч профессионалов и что чем мы занимаемся то есть кто-то думает что мы просто профсоюз такой футболистов на самом деле за всем этим стоит целый мир который говорит через мяч лук лука наш директор познакомился с опытом а рос видел школу имени джи сани и стало понятно что необходимо устроить там футбольное поле и вот несколько несколько лет уже как мы открыли отдел и и мы как бы изобрели определенный метод подхода к спорту и с ребятами у нас работают бывшие профессионалы бывшие футболисты профессионалы вот они поехали например на неделю в компалу чтобы работать с ребятами и в особенности с преподавателями школы луи джи джи сани в компале потому что мы хотели мы хотели устроить футбольное поле но также и научить играть чтобы использовать это поле наилучшим образом чтобы это было не просто поле покрытое травой на котором можно гонять мяч чтобы извлечь из него максимальную пользу вот эти экс профессиональные футболисты уже много лет занимаются тем что рассказывают с помощью мяча о ценности спорта чем мы занимаемся тем же чем и в италии потому что в италии эти люди работают с ребятами учат их играть мы тренируем работаем с их тренерами и также встречаемся с их семьями почти всегда в течение недели и в летних лагерях хотя бы раз в год мы тренируем и родителей и это прекрасно в последний день в компале мамы мамы решили что им тоже надо потренироваться с нашими футболистами да и это показывает что значит спортивная активность для наших ребят да для них очень важно они всегда помнят своего первого тренера потому что вот эта страсть к игре сказывается на нашем образовании на нашем воспитании в нашей поездке в Уганду вместе с Авси родилось нечто большее и я надеюсь что это нечто большее будет становиться все более конкретным да что мы сможем дать возможность начать профессиональную карьеру точнее говоря мы даем возможность и этим футболистам потому что что такой профессиональный футболист когда он заканчивает карьеру около 40 лет оказывается что у него нет никакого образования кроме то есть только некоторые из них кто принадлежит высшей элите имеет какое-то настоящее будущее а большинство футболистов большинство футболистов как бы заканчивает карьеру и остается ни с чем потому что настоящего образования у них нет вот вот и чем вот и чем мы занимаемся в этих местах как в Африке да мы стараемся создать такие спортивные общины да и тут очень важны слова инклюзия и диалог то есть нужно вовлекать людей в игру и спорт и спорт и спорт и спорт и спорт позволяет тебе самовыражаться выражать твой талант и так преодолеваются и культурные барьеры с которыми мы можем встречаться да эти страны далеки от нас но мы понимаем один и тот же язык язык меча понятен и тем и другим так и наши и мы мы всегда в нашей деятельности стараемся связать с тем не менее Слова, которые мы говорим, с жестами, то есть то, что мы говорим, связано с передачей меча, грубо говоря. Да, иногда ты ошибаешься в передаче, потому что, возможно, у тебя нету достаточного доверия к тому, кто находится рядом с тобой. В футболе любое движение имеет свою техническую ценность, но у любого движения есть и глубинные причины. Кто занимается футболом, это знает. И мы используем эти технические моменты, чтобы сказать нечто большее. Да, в спорте, к сожалению, часто все рассматривается стороны победителя, тех, у кого есть талант, кто может достичь какого-то серьезного уровня. Мы мало говорим о том, что означает спорт для общества, для общины, и футбол в частности. И мы как раз пытаемся вместе с Авси рассказывать об этом. О том, чем спорт может стать, что он может быть вот такой поддержкой на расстоянии, которая позволяет сокращать расстояние между нами. Да, я думаю о людях, которые на надувных лодках пересекают Средиземное море, чтобы высадиться в Италии. И часто они приезжают в майках итальянских футбольных команд. Расстояние действительно сокращается благодаря спорту. Вот, и наши бывшие профессиональные футболисты рассказывают, что для них означало... Означало игра. И они возвращаются из Уганды полной эмоций и рассказов. Мы порой забываем, что наши дети через спорт возрастают. И нужно уметь не только побеждать, но и проигрывать. Да, и мы должны показывать детям, как говорил Ламас раньше, что они могут что-то сделать. Да, потому что спорт в этом. Да, мы используем такой язык. Мы берем мяч, идем на поле и начинаем играть. И там мы учимся встречаться с вызовами, которые возникают перед нами каждый день. Да, мы часто забываем, что такое спорт. Для нас чем он может быть? Мы часто говорим о каком-то элитарном спорте. Да, и где счастье измеряется в долларах или в евро. Роуз до меня говорила о ценности человека. Да, и спорт нам помогает вновь открыть для себя нашу собственную ценность. Но ценность не как профессиональный футболист, а именно человеческую ценность. К сожалению, ценность футболистов в профессиональном мире приравнена к ценности недвижимости. Для меня это противоположно тому, что такое спорт. Нельзя человека мерить в евро. Мы живем в этом парадоксе. И когда мы едем туда, в Африку, чтобы заниматься с этими детьми, мы несем гораздо меньше, чем то, с чем мы возвращаемся домой. И я надеюсь, что мы будем продолжать заниматься этим делом. Потому что спорт — это форма диалога, которая преодолевает любые барьеры, любые препятствия. Я надеюсь, что нам удастся продолжать работать таким образом и рассказывать о другом футболе, который, может быть, не появляется на страницах журналов. Но которым можно гордиться. Я благодарю Роуз, благодарю Луку, Росеттини. И надеюсь, что нам удастся организовать другие футбольные поля, такие, как мы устроили в Кампале. Спасибо. Особенно за то, что вы лично вовлеклись в это дело, поехали в Уганду, чтобы вместе с ребятами пережить этот опыт. Не просто на расстоянии. А теперь я хочу спросить у Джорджа Витадини. Поддержка на расстоянии. Мы видели ее сейчас под разными углами. Она позволяет людям становиться главными героями. Она помогает. Это инструмент, который позволяет человеку открыть собственную ценность, основывать общины. Но часто это кажется чем-то маргинальным. Мы думаем, что нужна политика, нужна какая-то система для того, чтобы что-то менять. Как можно ответить на такие критические замечания? Как можно доказать, что такое дело может действительно быть позитивным? Я скажу четыре вещи. Для нас вопрос мигрантов стоит на повестке дня. И мы постоянно говорим о том, что делать с людьми, которые приплывают на лодках из Ливии, из других стран. И все рады, когда их удается остановить. Ситуация в Африке. Замешано в этой войне, которую говорит Папа Франциск. Это Третья мировая война, которая разворачивается по частям. Ситуация в Африке. Ситуация в Африке. Продолжение следует... Равитадини говорит о различных проблемах, которые сейчас стоят перед всем мировым сообществом, как оборот оружия, как эксплуатация земель плодородных, как глобальное потепление. Продолжение следует... И он объясняет, почему люди бегут из Африки, почему есть сейчас этот исход. Он говорит, например, о трущобах, которые уже упоминались, да, эти огромные города, густозаселенные и очень нищие. И вот часто разные условия жизни толкают этих людей на выезд из страны. Вот есть книга, которая вышла несколько лет назад. И в первой ее части рассматриваются важнейшие пункты развития. И говорится, что помощь, которую оказывали развивающимся странам, часто вела к появлению диктаторов и диктатур. То есть когда поступает материальная помощь, она переходит к диктаторам, которые используют ее в своих интересах. Да, и часто эти деньги уходят на оружие. И когда государство вмешивается, то эта материальная помощь зачастую утрачивается. То есть эти средства испаряются, потому что помощь оказывается не с той стороны, с которой нужно было бы ее оказывать. Недостаточно просто творить дела в третьем мире, в странах третьего мира, потому что эти дела рискуют остаться без руководства. Например, рассмотрим миссионерскую деятельность, которую вели многочисленные конгрегации и религиозные ордена. Что случается, когда конгрегации иссякают? То есть призваний становится меньше, и конгрегация перестает существовать. Все, что было сделано до этого, перестает существовать вместе с конгрегацией. Дела не могут выстоять. Да, школы, больницы закрываются. Им приходит конец, потому что не остается никого, кто бы продолжал ими заниматься. И это касается любого вида помощи. Если на местах не появляются личности, которые способны вести вперед эти дела, то все заканчивается. Да, и не важно, кто этим занимается, мирские организации, либо религиозные. Потому что они не порождают вот эту способность в людях самим идти вперед. Да, вот, например, есть какое-то дело в Африке, которым занималась религиозная конгрегация. И остался в этой конгрегации только один человек, и тот старый. И сейчас все спрашиваются, а как продолжать дальше? То есть как только пропадают люди, инициаторы дела, все заканчивается. И в этом смысле то, что делает Афси, это нечто совершенно новое. То есть Афси собирает средства на Западе, на развитом Западе. И это деньги не каких-то больших организаций, это деньги простых людей. И просит их посильно помогать. И люди точно знают, что эти средства не окажутся где-то использованы ненадлежащим образом. Потому что эти деньги идут, например, в семьи. Ты точно знаешь, что там они будут использованы по назначению. И не пойдут на что-то другое. Вот, я помню, как я ездил. Или, например, эти средства идут на учебу. И непосредственно связаны с воспитательным, с образовательным путем. Это очень умный подход. Есть 24 тысячи человек, которым помогают на расстоянии. То есть их сопровождают на всем пути образования. И ты точно можешь быть уверен в цели, на которую идут твои деньги. Да, они не идут на что-то совершенно ненужное. И что самое важное, чем я хочу закончить? Это воспитание «я». Это то, о чем постоянно говорит Корон. Нужно порождать личность. И именно этим, в этом смысле, АВСИ помогает. Потому что помощь АВСИ позволяет рождаться личностям, которые получают образование, которые становятся ответственными, которые учатся профессии. И вот это помощь будущего. И вот если бы такой способ вовлек бы и власти, мы бы разрешили множество проблем. В том числе и проблемы у мигрантов. Потому что люди бегут из своих стран. Не потому что они рады убежать. Потому что у них нет возможности получать воспитание. А воспитание, образование – это первейшее орудие борьбы с нищетой. И каждый из нас, кто участвует в этом деле, участвует в созидании будущего Африки. Да, и многие, кто оказывает помощь, находятся в непосредственном отношении с семьями, которым они помогают. Если бы политики смотрели на то, что делает АВСИ, и смотрели также на вопрос мигрантов, они бы перестали просто думать, давайте избавимся от тех людей, которые к нам плывут и которых мы здесь не хотим видеть. Они бы смотрели на все это совершенно по-другому. То, что сказал Витадини, очень интересно. Потому что, с одной стороны, он нам бросил большой вызов, потому что нам предстоит большая работа, и она подразумевает, с другой стороны, большую ответственность. Вот эта ответственность за возрастание личности. Потому что только участвуя в рождении личности, можно внести какой-то положительный вклад в жизнь Африки, но и в нашу собственную жизнь здесь. Я бы сейчас в завершении встречи поблагодарил всех наших гостей, выступавших. Потому что они помогли нам понять с разных точек зрения, что может породить и какой ценностью может обладать маленький жест, как он может повлиять на жизнь других людей и на жизнь целых обществ. Скажу несколько простых вещей. На стенде Афсе есть инсталляция, которая представляет театр Киберы. Театр, который устроили вот эти ребята, которым оказывается поддержка на расстоянии. Они переживают, они ставят Данте в трущобах. Банк Интезе занимается краудфандингом для ребят из трущоб. И последнее, о чем мне напомнил Витадин, пока он говорил. Это то, что меня больше всего поражало в поддержке на расстоянии. Существует множество бывших ребят, которые сейчас уже взрослые люди, которые сейчас занимают важные посты. Они работают учителями, врачами. Это настоящий такой правящий класс. И я, видя их, очень благодарен за ту помощь, которую мы оказали. Потому что они сейчас возвращают ту помощь, ту поддержку, которую когда-то сами получили. И они занимаются волонтерской работой при Афсе. То есть они осознали, что они получили в жизни и хотят это вернуть. Хотят это отдать другим. И это показывает ценность поддержки на расстоянии. И ты получаешь что-то. Я вам, конечно, предлагаю участвовать в такого рода проектах. Потому что такая конкретная помощь помогает гораздо больше, чем многословные разговоры. И желаю вам хорошего вечера. Последнее, что я хочу сказать, это объявление, которое делается на каждой встрече. Митинг существует в том числе благодаря нашей поддержке. Поэтому можно жертвовать средства на его развитие. Спасибо и хорошего вечера.